Здравствуйте, я Динара Егеубаева, и сегодня у меня эфир, посвященный казахстанской армии и ее обороноспособности. Мне кажется, что именно сейчас, с учетом тех событий, которые произошли и продолжают происходить с начала года, вопрос наличия сильной армии и ее способности защитить государство очень актуален. Для этого разговора я пригласила военного эксперта Агила Рустамзаде. Агил – частый гость украинских теле- и ютуб-каналов, где он дает свою оценку войне, и мне показалось, что будет крайне интересно узнать его мнение. Агил, здравствуйте. Здравствуйте, Динара. Приветствую вас и ваших зрителей. Спасибо. Я в первую очередь, конечно, хотела бы вам выразить свою благодарность за то, что вы согласились со мной пообщаться. Агил, после подавления январских протестов в Казахстане президент Ухаев заявил о том, что наша армия не выполнила с достоинством поставленных задач, и всю ответственность он переложил на тогдашнего министра обороны Мурата Бектанова, заявив, что он не проявил командирских качеств. И вот именно тогда я задумалась, а что у нас вообще происходит в армии и каково ее состояние. Вы можете нам охарактеризовать нашу армию, ее вооружение и вообще военный потенциал нашей страны? Я хочу сразу обозначить, что я никогда не занимался тематикой казахстанской армии. То есть у меня нет полной информации о возможности казахстанской армии. Но как военный я имею минимум информации для того, чтобы высказать свое мнение. Что касается заявления президента Такаева, то я тут не соглашусь, потому что армия – это не тот орган, не тот инструмент, который должен воевать внутри своей страны, внутри своих граждан. Для этого есть другие структуры. Это установлено конституционально во всех странах. Казахстанская армия, как член ОДКБ, как страна, имеющая российскую тактику, российское вооружение, в краткосрочной и долгосрочной перспективе будет иметь одни и те же проблемы, которые находились, скажем, под влиянием российской военной школы. Почему? Я это обозначу. Дело в том, что российская военная школа является продолжением советской военной школы, которая иссякла буквально к 1980 году прошлого века в силу перестроечных процессов после гибели Советского Союза. И российская армия не пошла путем глубокой модернизации концепции применения войск. Как мы видели это в Грузии, как мы видели это в Украине, российская армия воюет концепцией прошлого века с массовым привлечением танков, артиллерии и самолетов. А западная военная школа, она после 1980 года прошла три шага. Они изменили три раза концепции применения войск в соответствии с новшествами вооружения, с новшествами новой технологии, сетисцентрические возможности. В этом смысле казахстанская армия опоздала. Изначально у казахстанской армии уже есть минус. На тактическом и военно-техническом уровне казахстанская армия не является современной армией. Это первое. Второе. Российская оборонная промышленность, ее будущее – это очень трудно. А те боевые техники вооружения, что стоят на вооружении казахстанской армии, это в основном российского производства. И в ближайшем будущем у казахстанской армии будут большие проблемы. С обеспечением, даже если не закупать новые системы, а с обеспечением запчастей, комплектующих для той техники, которая есть на вооружении казахстанской армии. Потому что российская оборонка переживает не лучшие времена. После войны в Украине, я считаю, что у нее возможности возможности оборонительной промышленности ввиду применения санкций резко снизятся. Это вызов для казахстанской армии. Как вы считаете, Министерство обороны Казахстана понимает, в каком состоянии наша армия находится? Они не то, что понимают. Я думаю, что они уже столкнулись частично с некоторыми проблемами. Обеспечения. Проблемы обеспечения. Агил, вы как военный эксперт, что вы можете порекомендовать? Вы знаете, то, что я буду рекомендовать, мне не ваше Министерство обороны не услышно. Потому что... А давайте попробуем. Люди, которые там находятся, люди, которые там находятся, они находятся в парадигме прошлого века. Вам долгое время, в такой стране, как Турция, Америка, вам предлагали новые вооружения, новые системы, новые тактики ведения боевых действий. Но из-за того, что у вас, скажем, генералитетом как бы пожилого возраста эти люди советской в основном закалки, ну или, скажем, военная школа, российская военная школа, они не очень изменились, она находится в той парадигме. Серьезные какие-то сдвиги для вашей армии начнутся после того, как казахстанская армия начнет реформировать свою армию. Ваша армия не реформирована, и она как бы существует плюс-минус в лекалах советской армии. Вы не владеете сетицинтрическими возможностями. В 21 веке страна, в которой нет сетицинтрических возможностей, она имеет армию 20-го века. А что это сетицинтрические возможности? Это локальная сеть. Это группа в WhatsApp. Все потребители стоят там. Скажем, один беспилотник где-то там у вас в каком-то городе видит картину, и эту картину видит генеральный штаб, и эту картину видят все подразделения, которые находятся в зоне расположения этого беспилотника. Время от момента обнаружения до принятия решения и уничтожения этой цели составляет одну минуту. Сказала бы не такая большая вещь, но она в 2-3 раза увеличивает скоротечность и эффективность всех вооруженных сил. Я правильно вас понимаю? Если возникнет какая-то внешняя угроза Казахстану, то мы не сможем ей противостоять? Нет. Я этого не могу, я этого не хотел сказать. А как мне понимать тогда ваши слова? У вас очень мотивированное общество. Казахи всегда очень хорошо умели воевать. Это во-первых. Во-вторых, за исключением Китая, который за всю свою историю никогда ни на кого не нападал. у вас нет врага, который мог бы сейчас сделать военную угрозу вашей стране. В вашем обществе, я чувствую по соцсетям и по изучению обстановки в средствах массовой информации, ваше общество очень волнует мысль, что после Украины такие же ситуации может быть в Казахстане. Нет. Российская армия, инструменты российской армии сражаются в Украине и с большой долей вероятности они там уничтожены. В Российской Федерации не останется инструмента для того, чтобы осуществлять для вас угрозу. Соответственно, и Турменистан для вас не может осуществлять угрозу или какая-либо другая страна по вашему периоду. В этом смысле я не считаю, что для Казахстана в данный момент существует какая-то военная угроза. Нет. Я это не хотел сказать. На государственном уровне угроза в обществе она частично себя проявила в январе месяце этого года. Разные политические силы, разные страны форализовали ваше общество. У вас сильно форализованное общество, часть которых, скажем так, воспринимает российскую культуру как свою, а часть населения хочет вернуться к своим истокам, к своим национальным традициям. Вы сейчас в том состоянии, в котором была Украина в 2014 году. Примерно. Может быть, раньше. раньше. Когда Украина как нация осознала, что она хочет жить по-другому. Вот это желание есть и у вашего общества. Просто надо сделать так, чтобы это было без крови, постепенными шагами, без радикализации, без борьбы всех слоев общества. Вот это огромная ответственность на вашем обществе и на вашем государстве. На самом деле на территории Казахстана уже идет война, как я считаю, информационная. Вы сами сказали о поляризации нашего общества и, к сожалению, немаленькая часть нашего населения приветствует военную агрессию Путина в Украине. Более того, они рассчитывают на то, что Путин введет сюда свои войска. Но, как мне кажется, даже при том, что если российская армия, не если, а когда российская армия будет разгромлена в Украине, России на самом деле много военной техники или солдат, вооружения не понадобится для того, чтобы войти в Казахстан. Учитывая, что у нас самая длинная сухопутная граница более 7 тысяч километров, которая, как я понимаю, с нашей стороны практически не охраняется, как заявляют наши власти, поскольку у нас добрососедские и даже братские отношения. Хотя с российской стороны стоят какие-то дивизии, танковые дивизии и так далее. Динара, я вас понял, я вас понял, я поэтому не зря сказал, что Казахстан находится, скажем так, в Украине 2014-го года. В Украине сначала ведь была гибридная война с использованием расположенного к себе населения. Эта угроза есть. Есть угроза гибридной войны в Казахстане, когда часть населения склонна к воссоединению с Российской Федерацией. Такая угроза есть. Я бы сказал, что если бы Россия победила в Украине, Россия проиграет в Украине. Россия проиграет в Украине и после этого поражения Россия будет не до Казахстана. Но если бы Россия победила в Украине, скажем так, это был бы вопросом времени обладевания Казахстана и Азербайджаном и Грузией. Существовали различные сценарии. До нас эти сценарии доходят. План России был восстановить контроль на всех постсоветским пространствах, исключая страны Прибалтики на первый период. Но, но, скажем так, Российская Федерация ломает экономику. Российская армия проиграет в этой войне. И ей очень сложно будет открывать новый фронт на территории Казахстана. И считаю, что в данных условиях нужна мудрость казахстанского общества, чтобы не дать зажечь страну изнутри. Все проблемы решаемы. Но для этого нужно, чтобы поработали аксакалы, поработала ваша интеллигенция. Надо не разделять общество, а находить взаимные интересы и как-то сосуществовать. Я, знаете, я все-таки опять верну вас к угрозе, которая может нести Россия для нас. поскольку все мы уверены в том, что Украина победит, а Россия проиграет, не захочет ли Путин, чтобы компенсировать поражение в Украине, начать такую маленькую победоносную войну в Казахстане? Но у него же вось не будет. А ему много не нужно. Не, 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 вы недооцените свою страну, вы очень большая страна. И, скажем так, тех ресурсов, что когда они самолетами ввели вас в десантно-штурмовые бригады, этих бригад не существует. По вашему периметру не осталось войск? Ходят слухи, что все-таки российские военные до сих пор находятся на территории Казахстана. Я не могу это утверждать, поскольку... У нас есть базы. Даже перед тем, как они перебросили к вам войска, на территории Казахстана есть как минимум пять российских баз с персоналом 10 тысяч человек. Это есть в России? Это есть в Казахстане? Но как бы 10 тысяч это просто смешная цифра для Казахстана. 10 тысяч войск это, скажем, для Молдовы это цифра. Скажем так, для Грузии может быть это цифра. Но для Казахстана 10 тысяч солдат это не цифра. Притом, по некоторым сведениям, часть этих 10 тысяч была задействована в Украине. Они выводили свои войска из Таджикистана. Они по некоторым сведениям вывели часть войск из Казахстана. Но вы просто я понимаю, вы гражданский человек. Нет, дело не в том, вы гражданский человек. У Российской Федерации на данный момент нет войск для угрозы Казахстана. Чисто силовым путем. Единственное, единственное, что Россия сделает, я обозначу это третий раз. Постараться, постараться расшатать Казахстан изнутри. Что она в общем-то и делает? Вот я вам скажу, где-то неделю тому назад Россия сделала шоу для Казахстана и для Азербайджана. Они нам угрожали нанесением тактического ядерного оружия где-то две-три недели тому назад. Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 нанес удар крылатым ракетам из акватории Каспийского моря. То есть какой военный смысл? Это наоборот. Как бы вы можете пройти пять метров и вместо этого вы обходите большое расстояние. Это было шоу и для нас и для вас. Но скажем так, кроме ракетной угрозы, которая скоро закончится, максимум еще месяц-полтора и Российской Федерации закончатся крылатые ракеты, потому что они интенсивно обстреливают Украину. Кроме ракетной угрозы, и для нас, и для вас, российская армия уже военную угрозу представлять не может. Она потеряла больше половины своей авиации. Она потеряла большую часть своей боевой техники. И эта армия воюет и имеет потери. И неизвестно, как она вырвет еще после этой военной кампании в Донбассе. Потому что украинская армия массово получает высокоточное современное оружие. Я считаю, что через неделю, через две, через три там правила игры в Донбассе поменяются. И эта страна автоматически не будет в состоянии осуществлять военную угрозу. Она может осуществлять угрозу, если расшатает Казахстан изнутри. Но я надеюсь, что Казахстан это молодой народ, вы не поведетесь на это. Поскольку мы заговорили о вводе войск ОДКБ в январе в Казахстан, я хотела бы еще такой вопрос задать. Как вы считаете, возможно ли организация вот такой операции, как ввод войск ОДКБ в страну за два дня? На данный момент? Нет, не на данный момент, а когда в январе. Да, потому что сообщалось о 108 рейсах, о 70 бортах, солдаты в полном обмундировании. Не кажется ли вам, что этот ввод войск был заранее подготовлен? Это мне даже не кажется. Я в этом уверен. Потому что развернуть авиационную группировку вместе с десантниками в течение двух дней и перебросить в Казахстан с военной точки зрения без подготовки к этому в течение недели невозможно. Мне Фейсбук не даст собрать. Я об этом писал все в Фейсбуке, что это была заблаговременно подготовленная операция. Но другой вопрос. Россия страна, в которой имеются большие разведывательные возможности. Они могли предсказать эту ситуацию. Вы знаете, я много работал на этой теме, но у меня нет полностью уверенности, что я пришел к пониманию того, что произошло у вас в Казахстане. Вес его средств всех его игроков. Но то есть это спланированная операция Российской Федерации на Казахстане. И это также может быть, у них аналитики работают различные структуры, они могли предсказать ситуацию, что в Казахстане будет такой процесс и подготовиться к этому. У меня точного ответа на этот вопрос нет. Один из двух. Но то, что они были готовы, это однозначно это любой специалист вам ответит. Готовы задолго? Да. Хорошо. Россия в тот момент сообщила, что они будут находиться здесь столько, сколько понадобится, но они вынуждены были выйти через четыре дня. Насколько я знаю, вмешался Китай. Я таким образом перехожу к нашему разговору об армиях наших соседей. И в частности меня интересует армия Китая. Насколько она сильная? И насколько она может нам угрожать? Не она, Китай. Россию всегда обозначали второй страной мира. Но я всегда считал самой после Соединенных Штатов Америки самой сильной страной я считал Китай. почему не первой? Потому что количество военнослужащих китайской народной армии больше, американская. Потому что американская армия владеет новыми ключевыми технологиями, что позволяет ей воевать не количеством военных случаев, а качеством. То, что российская армия представляла бумажного тигра, мы это знали и заранее. Я об этом говорил, но сейчас это ясно. В отличие от китайской армии, китайской армии относительно китайская армия осваивает новые технические и скажем тактические подходы к ведению современных войн. Но скажем так, вот что мешает китайской армии скажем быть мобильной гибкой армии она слишком громоздкая, она слишком большая и все-таки над Китаем давлеет устаревшая тактика советской военной школы, потому что мы не видим коренных изменений ее тактики. Она отдает предпочтение танкам, она отдает предпочтение увеличению количества обычных самолетов, но все-таки это сила. Я считаю, что да, это вторая армия мира. Китай несет угрозу для Казахстана? Соответствующие условия да, но этих условий нет. Я явно вижу роль англосаксов, которые перекраивают новый мир. Правительство в Казахстане, правительство Белоруссии и других стран, которые были в ОДКБ находились по влиянию российской федерации. Хотят они этого или не хотят, там будет смена политической парадигмы. Я не говорю, что будет переворот. Ну, парадигма поменяется, да, будут требовать, чтобы они прошли какой-то уровень демократизации, чтобы, ну, скажем, будут избавлять мир от совка. Они будут дробить российскую федерацию, они будут дробить, скажем, совок. этот совок три или четыре раза приводил к огромным бедствиям на нашей планете. И они пятый шанс этому совку не оставят. Мы входим в этот совок? Чуть-чуть. Вы находите вы как бы часть этого совка. Часть мировоззрения этого совка. И но вместе с этим, вместе с этим никто не будет ломать страны, никто не будет укладывать страны под Китай. Изначально, изначально все англосаксонские политические элиты, они хотели сжать Китай. Но Российская Федерация выскочила вперед, поэтому подумать, что то есть вас в обиде не дадут. Вас в обиде не дадут. Никакую страну в обиде Китая не дадут. После того, как появятся изменения из Российской Федерации, мы изучаем геополитику, это важно для временного стратегического военного планирования, будут создаваться новые региональные военно-политические союзы. И после рождения таких геополитических союзов роль и угроза Китая для Казахстана намного уменьшится. А то, что российские войска вышли из Казахстана, да, в этом есть информация, что этим был очень недоволен Китай, что и привело к тому, что российские войска, которые прибыли, они отбыли из Казахстана. Но опять-таки замечу, на территории Казахстана есть российские базы, персоналом приблизительно 10 тысяч. Агил, я вчера прочла информацию в азербайджанских СМИ о том, что президент Азербайджана Ильхом Алиев заявил, что во время войны на Горном Карабахе Казахстан стал той страной, которая помогала в поставке оружия Армении. Вы знаете, о чем идет речь? Что? Если вы закончили вопрос, вы знаете, о чем идет речь? Я могу сказать, о чем идет речь. Вы вопрос получили? Да. Я просто хотела еще рассказать о том, что наши власти все-таки, как мне кажется, и это чувствуется по их действиям, они все-таки поддерживают Россию, поддерживают Путина, и как бы из-под тяжка все равно так или иначе пытаются ему помочь. Я, в общем-то, хотела спросить, насколько возможно, что Россия может затребовать вооружение, а может быть, даже наших солдат для помощи в Украину? Я отвечу на два вопроса, которых я видел в одном вашем вопросе. Дело в том, что наш президент обозначил то, что мы наблюдали во время нашей Карабахской войны. Дело в том, что Российская Федерация через Грузию и через Азербайджан войска в Армению не могла доставлять. У нее оставался выбор пролететь по Каспию, потом дали через воздушное пространство Ирана и выходить на Ереван. Мы попросили Казахстан, Туркмению и Иран не разрешать пролету российских военных самолетов через их воздушное пространство. И все три страны нам отказали, но они дали согласие России. Это осадок. Это осадок остался в душе у каждого азербайджанца. Потому что эти самолеты доставляли управляемые ракеты, которыми уничтожались наши танки, убивали наших людей. Этот осадок есть у всего азербайджанского на. Это первый вопрос. А второй вопрос, то, что Ту-95 над Каспием осуществил пуск крылат и ракеты. Я считаю, что именно у вас запросили оружие, а вы отказали. И в течение 10 дней мы видим смену риторики российских пропагандистов против Казахстана. Это не на ровном месте. А скажите мне пожалуйста, кто-то следит за этим? Я имею ввиду, что не лично кто-то, а например США следят за тем, чтобы России не оказывалась военная помощь со стороны стран, которые так или иначе открыто или не очень поддерживают ее? Вы знаете, в ваших средствах массовой информации недостаточно осветили то, что 40 министров обороны развитых передовых стран мира собрались в Рамштаде. Да. Это был организован своего рода штаб помощи Украине для ее военной победы над Россией. Целые разведывательные сообщества вот этих 40 стран мира работают над тем, чтобы работали санкции, чтобы Российская Федерация не могла получить оружие, чтобы вот совсем все, что может помочь Российской Федерации, даже, скажем, гуманитарная помощь, либо помощь, скажем, нарушение санкций какого-либо государства, каким-либо банкам какого-либо государства. Соединенные Штаты Америки это такая страна, в которой в каждой структуре есть разведка. У них даже есть финансовая разведка. И вот вы представьте, вся эта машина развернута и работает в одном направлении. Они все остальные направления временно приостановили. и вот вся махина англичан, американцев, других стран работает на то, что в России никто не мог помочь, чтобы ее обессилить, чтобы сломать ее экономику, обеспечить военную победу Украины. Я поэтому уверен, что российская армия потерпит поражение. Украинская армия сейчас получает самое передовое оружие, которое есть в нескольких странах мира. все. Хорошо. Можете коротко дать оценку армиям наших соседей, в частности Узбекистана, Таджикистана, у которой есть опыт ведения военных действий, и Кыргызстана, который тоже периодически воюет. Все эти страны более или менее имеют те же проблемы, что и советская военная школа, это российское вооружение, и выбор пас. Но тут особняком стоит Узбекистан. Узбекистан постарался диверсифицировать и свою военную школу, и частично свои закупку вооружения с различных стран. Узбекистан модернизировал армию. Так. И плюс Узбекистан реформировал армию. Вот если смотреть за всеми странами бывшей Средней Азии, советской, наиболее боеготовые части подразделения, они, конечно, будут быть и страны. Там прошла модернизация, там есть некоторые изменения в концепции применения войск, и стали закупаться различные системы вооружения от различных продавцов оружия. А все остальные будут иметь те же проблемы, что и у вас. Скажем, вам скажем, вот лопасти вертолетов, вот где вы найдете лопасти вертолета, скажем, через 6 месяцев. Это огромный вызов, это вызовы для нашей страны, у нас тоже часть вооружения российского производства, и над этим думаем, и мы считаем, что мы будем делать. То есть вызовы для всех стран, кто использовал российское вооружение, это большой вызов, это большая опасность для национальной безопасности. Вы представьте, вдруг вы как будто остаетесь без армии, без танков, без самолетов, без автомобилей, но это, скажем, не моментально обрушится на вас, но это обрушится на вас через год, скажем. Когда встанет буквально все. Ну, КамАЗ уже встал. КамАЗ уже встал, у него нет комплектующих, чтобы выпускать продукцию. Сейчас, а что будет с КамАЗом через 6 месяцев? Эту страну ломают, эту страну ломают, и чем раньше, чем раньше мы начнем диверсифицировать, искать варианты выхода из этой ситуации, тем с меньшими потерями мы выйдем, скажем, из этой ситуации. Можем ли мы услышать о победе Украины в ближайшее время? Вы знаете, надо разделять слово победу на составные части, потому что есть победа в этой военной кампании, когда украинской армии надо выйти на рубеже 23-го сезона. Есть полная военная победа, Украина защищает всю свою территорию, но защищает всю твою территорию, достигнув полной военной победы, Украина сможет обеспечить свою безопасность на перспективе? Нет. Российско-Украинский конфликт, который начался в 2014 году может иссякнуть только после изменения военно-политического строя в Российской Федерации и проведения целого комплекса мероприятий по изъятию ее ядерного арсенала, по кратному уменьшению ее военно-вооруженных сил. Такое было с Японией, такое было с Германией, такое будет с Российской Федерацией. Что касается победы и выхода на 23 февраля, я думаю, что это вопрос одного или двух месяцев. Мы услышим о победе украинской армии в течение максимум трех месяцев Украина выйдет на выбежи 23 февраля. Я правильно понимаю, что говорить о полной побеге или скорее о полном разгроме России можно будет только тогда, когда Путина не станет либо физически, либо он будет лишен той власти, которая сейчас у него есть. Это труднопрогнозированный процесс. И продолжительность его прогнозировать трудно. Ну хорошо, скажем, произошел военный переворот в России, который сверхпручен, а вместо этого стал националист. Вы думаете, Россия от этого станет безопасным государством? Мы зашли в такую полосу нестабильности, геополитической болтанки, что предсказать все абсолютно это просто невозможно. Мы сейчас над этим работают многие умы, предсказать внутриполитическую ситуацию в Российской Федерации трудно всем. Модель поведения россиян, как они могут воспринимать какие-либо процессы, это сейчас очень трудно. Это сейчас очень трудно. И проблема не только в Владимире Путине. Российское общество обозрено, российское общество агрессивно. и я думаю, что это не только из-за Владимира Путина. Поэтому полная военно-политическая Украина это распад Российской Федерации. Предсказать, не предсказать его сроки невозможно на данный момент. Вы не можете предсказать сроки, но вы можете сказать точно, что этот распад произойдет? Нет. Потому что этому противятся разные политические элиты. Политические мировые элиты или российские? Да, мировые политические элиты. Конкретно немецко-франктистская политическая элита напротив. Они за, чтобы наказать Россию в определенной части, чтобы была смена политического настроя, но чтобы они дальше могли работать, делать бизнес. Но Англосакс на этот раз настроен радикально, что мы этих людей два-три раза вытягивали из ямы после Первой мировой, после Второй мировой войны, после распада Советского Союза. Но об этом принято говорить. Но после распада Советского Союза тысячи транспортных самолетов Америки доставляли еду, чтобы в России не был голод. Я говорю о 1991-1992 годах. И так три раза. Давайте вспоминать Лен-Лиз, Вторая мировая, давайте вспоминать революционное время. Об этом тоже не принято говорить. Тогда от голода Советский Союз опять спасал Америка кораблями, пшеницей, кашла. И они говорят, что мы в четвертый раз их спасать не будем. Но они на данный момент им удается продавливать. Но вот смогут ли они добиться распада Российской Федерации, я вам сказал бы, что это очень много факторов. Это огромная страна. и получится ли это вообще, я в этом полностью уверен. И предсказать не трудно, как и многим и политическим, и военным аналитикам. Агил, последняя просьба. Давайте чем-нибудь хорошим закончим наш разговор. Какой-нибудь информации, которая бы принесла нам надежду. У меня есть очень хороший позитив. любой кризис это не только вызовы, но это и шанс изменить что-то лучшее в хорошую сторону. Ситуация, в которой будем и мы, и Казахстан, и Киргизия, и Таджикистан, это будет ситуация 1991 года, когда развалился Советский Союз. Мы потеряем с вами все то плохое негативное российское влияние, что мешало развиваться нашим странам. И у нас у всех есть шанс начать развиваться без оглядки на нашего агрессивного северного соседа. Это огромный позитив, я считаю. Да, я тоже так считаю. Агил, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное за честное искреннее объяснение. Я надеюсь, что как минимум наше министерство обороны услышит ваши слова и прислушается к ним. Не очень вы меня обрадовали, конечно, по поводу состояния нашей армии, но я надеюсь, что выводы будут сделаны и приняты какие-то адекватные сегодняшней ситуации решения. Вам спасибо. Вам спасибо. Казахстан, Олга. До свидания. Продолжение следует...